Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию обзоров, куда смотреть при покупке подержанного автомобиля. Если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь. На нашем канале вы найдете большое количество интересного материала, в том числе и обзоры автомобиля не только в формате тест-драйва сверху, но и снизу на подъемнике. Каждый из этих обзоров может оказаться полезен именно вам. В нашем сегодняшнем обзоре мы решили немножко отойти от накатанной колеи рассказов про практичные автомобили и взять автомобиль, который со словом «практичность» совершенно никак не ассоциируется. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Infiniti FX37, он же QX70. Встречайте! Второе поколение Infiniti FX, или как его еще принято называть в народе «Финик», встало на конвейер в середине 2008 года. По 2010 год выпускались автомобили в так называемом «дорестайлинге», где присутствовал двигатель VQ35 объемом 3,5 литра, мощностью 307 лошадиных сил. С 2011 года машина прошла рестайлинг, VQ35 заменили на усовершенствованную версию объемом 3,7 литра, но о двигателях позже. И с 2013 года данная модель переименовалась в Infiniti QX70. Однако техническая составляющая машины при этом не изменилась никак. Наш экземпляр 2012 года выпуска – это FX37. Здесь установлен двигатель объемом 3,7 литра, мощностью 333 лошадиные силы. Автомобиль имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. И по традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля и о том, насколько он способен противостоять нашим дорожным реалиям. По части ржавчины на «Финиках» второго поколения все обстоит очень и очень неплохо. Больше половины автомобиля в данном случае выполнена из алюминия. Алюминиевый здесь капот, все четыре двери, крышка багажника пластиковая, поэтому остается не так много мест, на которые надо обращать внимание при покупке. Обязательно проконтролируйте состояние козырька крыши. Крыша здесь выполнена из обычного черного металла. Также обращайте внимание на состояние задних колесных арок и обязательно обратите внимание на то, в каком в целом состоянии пребывает днище автомобиля при осмотре его на подъемнике. Однако в целом и в общем ржавый до дыр «Финики» второй генерации на рынке пока еще массово не встречаются. Итак, перейдем к разговорам о силовых агрегатах «Финика» и о том, какие вопросы могут возникать под алюминиевым капотом 51-го кузова. Пожалуй, одним из наиболее редких и экзотических моторов под капотом «Финика» в нашей стране можно назвать трехлитровый дизель. Турбодизель, которому приложила руку фирма «Рено» 238 лошадиных сил. Данный двигатель на «Финиках» попадается не часто. Это единственный мотор, который имеет маленькую ставку транспортного налога. Но кому особо интересны дизеля, я думаю, разберутся с этим двигателем и без наших советов. Поэтому мы поговорим про три наиболее распространенных на «Финиках» двигателя. Это бензиновые моторы. Два из них относятся к серии VQ. Один 5-литровый V8 носит наименование VK50VE. Мощность бензиновых двигателей, соответственно, 307 лошадиных сил для VQ35, 333 лошади для VQ37 и ровно 400 лошадиных сил для 5-литрового агрегата. Начнем с младшего бензинового двигателя, объемом 3,5 литра, мощностью 307 лошадиных сил. Он носит индекс VQ35HR. Двигатель этот представляет собой V6 с алюминиевым блоком. На двигателе есть фазовращатели. Из особенностей данный мотор, в отличие от мурановского двигателя VQ35DE, крутится до 7500 оборотов в минуту, он более верховой. Также на данном двигателе применено 2 дроссельные заслонки, соответственно, 2 воздушных фильтра и 2 дросселя, если вы задумаете их чистить. Привод ГРМ на всей серии выполнен при помощи цепи. Цепь-то имеет ресурс, практически равный ресурсу самого двигателя. Проблемы какие-либо с ней встречаются крайне и крайне редко. Ресурс VQ35HR при правильной эксплуатации, при условии регулярной замены масла, не реже, чем раз в 10 тысяч километров, а лучше раз в 7,5, способен превысить 350-400 тысяч километров пробега. Мотор очень и очень надежный. Однако есть ряд особенностей, про которые нужно знать, если вы смотрите поддержанный финик. Первое, с чем достаточно часто сталкиваются владельцы фиников с моторами 3,5 литра, это течь прокладок клапанных крышек. Данный двигатель достаточно теплонагружен и, опять же, спортивный характер автомобиля предполагает более агрессивную эксплуатацию, работу двигателя на высоких оборотах. Соответственно, если предыдущий владелец не имел привычки прогревать двигатель до конца, перед тем, как утопить педаль акселератора в пол, то, здравствуйте, прокладки клапанных крышек вполне себе могут попроситься на замену. По крайней мере, при осмотре поддержанного экземпляра обязательно обратите на это внимание. Также необходимо удостовериться, что у вас не бегут, не текут прокладки головок блока цилиндров. И у данных моторов VQ35, а также на VQ37, частично до 2011 года, встречалась проблема, которая, не будучи вовремя устраненной, может, в принципе, привести ваш мотор к гибели. Касается эта проблема низкого уровня давления масла в системе. И зачастую вызвана она тем, что отработали свой ресурс прокладки масляных каналов. Прокладки маслоканалов на двигателе VQ35 были выполнены из материала, напоминающего прессованный картон. То есть они были не металлические. Соответственно, на некоторых автомобилях со временем прокладки эти разрушаются, начинают пропускать масло, соответственно, давление масла в системе у вас падает. Если вы смотрите VQ35, либо вы смотрите, в принципе, дорестайлинговый Финик с такими моторами, обязательно уточните у предыдущего владельца, производил ли он замену этих самых прокладок маслоканалов. Если да, и он поставил ревизионные металлические о проблеме, вы забудете. Но на всякий пожарный лучше подстраховаться и попросить при осмотре на СТО замерить давление масла на холостых оборотах, на прогретом двигателе температура должна быть не менее 80 градусов. И также посмотреть давление масла на оборотах свыше 2000. Эти показатели должны быть в районе 1,6-1,7 кг силы на сантиметр квадратный для холостого хода и не менее чем 3,6 для оборотов 2000. В том случае, если давление масла оказывается ниже заданных параметров, вам, скорее всего, придется эти прокладки менять. Сам комплект прокладок ревизионных металлических не сказать, что сильно дорогой, но данная работа повлечет за собой разборку всей передней части двигателя. Демонтаж крышки ГРМа, демонтаж всего навесного оборудования и демонтаж непосредственно самой цепи ГРМ. Соответственно, если вы выполняете эту процедуру, обратите внимание на выход натяжителя цепи ГРМ. Пора, либо не пора эту цепищу поменять. И также заодно обратите внимание на состояние насоса системы охлаждения. Помпа на данных двигателях выхаживала с завода порядка 150 тысяч километров. Естественно, раз вы уже разобрали переднюю часть двигателя, лучше поменять ее сразу, превентивно, так сказать, чтобы не возвращаться к этому вопросу, еще 100-150 тысяч. Данный ремонт не сказать, что особо бюджетен, но в сравнении со стоимостью самого автомобиля вполне терпим. Также к особенностям двигателя VQ35HR можно отнести и то, что периодически загрязняются магниты муфт-фазовращателей. Находятся они на передних крышках распредвалов, и если вы по каким-то причинам разобрали лобовину, не поленитесь их почистить. Зазор там очень маленький, и муфты-фазовращатели могут начать подклинивать. Это будет проявляться рывками и провалами тяги при разгоне автомобиля с малых оборотов, при этом без переключения передач. То есть машина идет на одной передаче и при этом дергается. Многие сразу начинают лечить коробку, хотя по факту надо бы разобраться с двигателем. Также данная неисправность будет сопровождаться появлением ошибок при диагностике сканером P0014 и P0024. Настигает она финики на пробегах порядка 150 тысяч километров и выше. Также характерная для этих автомобилей неприятность может быть связана с попаданием масла в свечные колодцы. Соответственно двигатель начнет подтраивать. Лечится это официальным путем только через замену полностью всей клапанной крышки, что достаточно небюджетно. Ну, либо придется искать какие-то обходные варианты. Что-то наподобие герметика, либо изготовление неких переходных пластин. Отдельных резиновых уплотнителей на свечные колодцы на данной автомобиле вы в продаже не обнаружите. Вышеперечисленное не обозначает, что именно весь этот букет вы соберете на своем финике, но знать об этих особенностях и обязательно проконтролировать эти моменты при выборе своего поддержанного экземпляра однозначно стоит. Вообще, в качестве совета можно сказать следующее. Если вы смотрите финик в 51-м кузове, остановите свой выбор на версии FX-37, поскольку 3.7 VQ-37 VHR, который является более современной и, пожалуй, наиболее сбалансированной версией мотора в серии VQ, как раз-таки большинство этих проблем лишен, поскольку на нем уже применены, например, металлические прокладки маслоканалов. Опять же, после 2011 года там нет таких повальных проблем с загрязнением тех же самых магнитов-фазовращателей. Мотор в целом более беспроблемен. Ресурс VQ-37 также высокий, порядка 350-400 тысяч километров пробега, опять же, при условии регулярного обслуживания. Из особенностей 3.7 двигателя это доработанная версия 3.5, здесь свой блок цилиндров, здесь также доработанные головы, причем доработанные в сторону увеличения ресурса прежде всего. И из основных отличий мотор 3.7, помимо системы непрерывного изменения фаз газораспределения, также еще имеет и систему изменения высоты подъема клапанов. VVL называется она по ниссановской классификации. Соответственно, эти доработки, вкупе с увеличением объема, позволили увеличить мощность до 333 лошадиных сил. С этим двигателем финик разгоняется с 0 до 100 км в час за 6,8 секунды, что всего на секунду медленнее своего 5-литрового собрата. О 5-литровом V8 с индексом VK50VE говорить особо нечего, мотор этот крайне ресурсный, интервалы замены масла здесь те же самые, порядка 7000 км, причем V8 к качеству масла еще более требователен. Вообще, данные моторы на Infiniti, если говорить о 35 и 37, к масложору в исправном состоянии не склонны, и начинается он на них не раньше, чем на 200-1000 км пробега, опять же, если он не скручен. Масложор на финике может быть связан либо с предшествующим перегревом двигателя, либо с длинными интервалами замены масла и использованием, не пойми какого, опять же, смазочного материала, что может приводить к закоксовыванию колец. В любом случае, для VQ35-37 масложор это не норма. VK50 может потреблять литр-полтора на 10 тысяч километров пробега. Если больше, это уже, опять-таки, повод в мотор залазить. Каких-либо характерных только для него болячек V8 не имеет. Машина с таким мотором разгоняется до сотни за 5,8 секунды, что всего на одну секунду медленнее, чем 37-й. Но по характеру и субъективно 5-литровый автомобиль, конечно, более интересный и живой при отклике на педаль газа. Все три двигателя, 3,5, 3,7 и 5,0 на финике, это очень теплонагруженные агрегаты. Перегревы эти моторы крайне-крайне не любят. Поэтому, если вы купили финик в хорошем исправном состоянии, то на ваши плечи ляжет почетная обязанность следить и внимательно следить за частотой основных радиаторов охлаждения и вообще за состоянием всей системы охлаждения в целом. А нередки случаи, когда при выходе из строя клапана сброса давления в пробке радиатора либо расширительного бачка на финиках просто рвало радиатор. Поэтому возьмите себе за правило после покупки финика следить за частотой радиаторов охлаждения и промывать их хотя бы раз в год. Что касается коробок передач, на данный автомобиль устанавливалась только автоматическая коробка. Производитель, хорошо всем знакомая фирма Jetco, это обычный гидромеханический автомат, 7 передач. Две разновидности КПП носили маркировки RE7R01A для моторов 3,5 и 3,7 литра и RE7R01B для моторов 5 литров. Коробка для 5-литрового двигателя более прочная, усиленные пакеты фрикционов, но, как показала практика, на 5-литровых машинах коробка не лучше и не хуже, чем таковая на финике. Усиленность ее компонентов нивелируется более высоким крутящим моментом мотора и более агрессивной эксплуатацией, как правило, 5-литровых автомобилей. В целом, коробки передач эти не проблемные. Определенная доля неприятностей выпала на долю владельцев Infiniti 2008-2009 годов выпуска, то есть первых выпусков, с еще не обновленной программой управления коробкой. Программа была далеко не оптимальная, встречались даже случаи, когда коробка при попытке ускорения с малых оборотов либо с высокой передачи выпадала в нейтраль, вылетали ошибки по 5-й, 6-й передаче, после перезапуска проблема уходит, через какое-то время начинает повторяться чаще, 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 и если владелец своевременно не обратился для обновления программного обеспечения, в принципе, он мог тем самым коробку положить. Поэтому совет при осмотре Infiniti на тест-драйве обязательно прокатитесь на автомобиле в спокойном городском обычном режиме плавно и посмотрите, чтобы автомат у вас также отрабатывал плавно. Никаких рывков, дерганий при переключении передач, затягиваний, тем более клевков наподобие торможения двигателем исправный автомат на Infiniti давать не должен. Обратите на это пристальное внимание. Также еще стоит отметить и тот факт, что штатная система охлаждения коробки передач на данных автомобилях достаточно слабая. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль в таком очень серьезном тяжелом режиме, либо любите часто ездить по трассе на скоростях далеко за пределами разрешенных лимитов, советуем озаботиться установкой дополнительных выносных радиаторов охлаждения коробки. Это очень сильно продлит ей жизнь, особенно если речь идет о 5-литровых агрегатах. Перегрев КПП в сочетании с редкими интервалами замены масла как раз таки способен данный автомат очень быстро прикончить. Если вам посчастливилось найти себе Infiniti с исправно работающей коробкой передач, ваш интервал замены масла будет порядка 40 000 км пробега. Это позволит увеличить срок службы данной трансмиссии практически до срока службы двигателя, то есть свыше 300 000 км пробега. Про подвеску 51-го кузова Infiniti говорить долго не придется. Что касается принципиальной схемы устройства, спереди подвеска собрана на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажка. Соответственно, подвеска очень и очень ресурсная, до 100-120 тысяч километров. Многие владельцы меняли на этих машинах только в стойке стабилизатора, которая относится к расходным материалам. Также встречались случаи замены по гарантии передних амортизаторов, причем, как правило, выходят они из строя по одному, они просто банально начинают течь. Но в целом подвеска очень и очень ресурсная, что удивительно, особенно учитывая тот факт, что рычаги на данном автомобиле алюминиевые, а наиболее предпочитаемый размер колес 20 либо 21 дюйм. Рулевая рейка на Infiniti обычная гидравлическая, соответственно, у вас есть бачок ГУР, насос ГУР и шланги системы гидроусилителя руля. За состоянием всех этих вещей надо следить, однако, как правило, на пробегах до 150 тысяч километров данные компоненты голову своим владельцам не грели. В некоторых случаях зарегистрированы прецеденты, когда рейка выхаживала и свыше 200 тысяч километров пробега. То есть рейка прочная, особо заморачиваться не стоит. Но при осмотре, конечно, проконтролируйте ее на предмет отсутствия течей и на предмет отсутствия стуков. Также по передней подвеске стоит отметить, что, например, шаровые опоры здесь выполнены неразборными. В отличие от того же Lexus RX, и меняются они в сборе с рычагом. Также на данных моделях вы не поменяете отдельно ступичный подшипник. Меняется он здесь в сборе в качестве ступичного узла. Но даже с учетом более высокой стоимости этих компонентов, ресурс их службы вполне способен это компенсировать. Периодически встречающиеся замены таких расходных элементов, как, например, рулевые наконечники, мы даже упоминать не будем. Это очень сильно будет зависеть от того, на каких дорогах и на какой резине вы будете эксплуатировать свой будущий финик. Что касается задней подвески, на 51-м кузове финика у нас используется многорычажка. Соответственно, при покупке обратите внимание на то, в каком состоянии находятся сайлинг-блоки. Но, как правило, если вы смотрите автомобиль с пробегом 100-150 тысяч километров пробега, они будут еще в порядке. Зачастую они способны проходить даже больше. К особенностям фиников с 5-литровым двигателем относится также подруливающая задняя подвеска Hi-Cass. Данная подвеска отличается тем, что мы имеем вторую рейку. Рейка эта электрическая, управляется она электромотором и каких-либо проблем владельцам обычно не доставляет. Как максимум к пробегу за 200 может отказать тот самый электромотор. Также, если вы смотрите автомобиль, который оснащен стойками с регулируемой жесткостью, то имейте в виду, что при замене такие стойки будут, естественно, дороже обычных. При этом разницу в управляемости автомобиля между регулируемыми жесткими стойками и обычными штатными неискушенный автолюбитель вряд ли заметит. Что касается системы полного привода на финиках, здесь кроется еще одно фундаментальное отличие данного автомобиля от Nissan Murano, собрата по концерну. Данные автомобили имеют систему полного привода от ESA ETS. Это система, аналогичная, применяемая на таких автомобилях, как Nissan Skyline. В данном случае мы с вами имеем основной задний привод, то есть при езде по сухому асфальту машина у вас заднеприводная. При пробуксовке задней оси в работу включается передняя ось, момент перекидывается посредством многодисковой муфты, до 50% момента может уходить наперед. Данная система обеспечивает автомобилю управляемость, сходную с заднеприводными машинами, достаточно азартную, избыточная поворачиваемость. То есть для водителей, которые любят и умеют управлять автомобилем, данная система будет намного интереснее, чем аналог с подключаемым задним приводом на большинстве современных кроссоверов. Также вы можете принудительно направить те самые 50% крутящего момента на переднюю ось сразу, до 40 км в час, если активируете зимний режим трансмиссии. Что касается надежности системы полного привода на Infiniti, здесь вопросов самый минимум. Как говорится, нет таких вещей, которые нельзя было бы поломать. Это касаемо выхода из строя самой многодисковой муфты. Если вы смотрите автомобиль, который имеет следы очень агрессивной эксплуатации, то в таком случае, конечно, лучше удостовериться, что полный привод у вас функционирует исправно. В остальном, случаи выхода из строя данной муфты очень и очень редкие. Перед тем, как переходить к окончательным выводам, сделаем два дополнения по 51 кузову Финика. Первое дополнение касается тормозной системы. На FX37 и FX50 начали устанавливать тормозную систему Акибона, которая лишена многих недостатков тормозов предыдущего кузова. То есть она не так перегревается, она уже имеет достаточную для ежедневной, городской, каждодневной эксплуатации машины эффективность и каких-либо проблем с ней нет. Во всяком случае, такой повальной склонности к замене тормозов на более мощные, как это было на Финиках предыдущего поколения, среди владельцев 51 кузовов, уже нет. Вторая особенность Infiniti в 51 кузове – это колейность, с которой так или иначе, с разной степенью успешности и безуспешности, борются владельцы этих автомобилей. На колейность в данном случае могут влиять как параметры сход-развала, когда необходимо банально его выставить, так и в большей степени размерность колес, ширина, а также жесткость самой резины. Были случаи, когда владельцы Фиников, меняя одни покрышки на точно такую же размерность, но другой марки, получали практически полное отсутствие какой-либо агрессивной реакции автомобиля на колею, на дороге. В любом случае, про эту особенность Финика нужно знать, и перед тем, как купить себе такой автомобиль, обязательно прокатитесь на нем за рулем, и посмотрите, не будет ли данная машина для вас чересчур резкой. Ну, а вывод по Финику в 51-м кузове в целом можно брать. Тем более, что в активе у нас кузов, который неплохо сопротивляется коррозии, в активе у нас двигатели, которые способны выходить свыше 350 тысяч километров пробега. В общем-то, достаточно надежная автоматическая трансмиссия и практически безотказная интересная система полного привода. Плюс неординарная внешность. Правильно подобранный Финик в хорошем состоянии позволит вам долгое время эксплуатировать его, получая удовольствие от автомобиля и при этом не слишком напрягаясь финансово. Правда, найти автомобиль в должном состоянии с годами становится все сложнее. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам интересен, чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры. Удачного вам дня, до новых встреч, пока!